8 монат указано в приложении болт я не первый раз вызывают такси это и сейчас он с меня просит 15 монат что такое а 20 еще даже просят я не собираюсь ничего платить 8 820 у меня в приложении указано все это что такое первый раз разве езжу на такси есть уже несколько раз по городу меня никто дороже не брал он решил что я ему должен заплатить больше нет такого не будет то что там были пробки это не моя проблема у меня есть приложение там указано 8 монат я больше платить не буду все просто какое-то вымогательство я вообще не понимаю что то такое слушайте 8 монат это практически 500 рублей слушайте это поездка двадцать пять минут она так и стоит она не может стоить там 15 или 20 монат тем более приложение указывает стоимость а все на все слушайте ладно местные хоть азербайджанцы мне помогли от него избавиться а то вот смотрите 8 монат было приложение стоимость поездки а он меня 15 вообще 20 сначала говорил но понял что я не буду ничего платить потому что я считаю что это разводняк полной воды но а приехал я сейчас в интересное место на химидди по моему называется поселок и посмотрите какой вид здесь сейчас откроется это по сути вечный огонь из земли его ширина где-то 10 метров среди как ярко я специально приехал сюда уже ближе к вечеру чтобы но показать всю яркость этого огня иначе его днем при яркой погоде не так сильно видно где опасно о как тут жарко я думаю что люди близко не подходят а вот здесь вот уже я нарасту метров в пяти от него и какое тепло идет так красиво и он поставить ну я такой очень давно уже здесь с древнейших времен этот огонь здорово если насколько страна богата и газом и нефтью чтобы построить все то что сейчас имеется в боку это конечно невероятно но здесь сверху вот такой вид открывается ничего такого особенного нет а там впереди вот я вижу одну из башен видимо там баку собственно ехать то сюда было всего около 25 километров поэтому в принципе если будете в боку место такое интересно можно съездить посмотреть кусочек автобуса я заснял начал записывать видео что я поехал из баку на автобусах сюда в габустан потому что я уже таксистом не доверяю но приехал савга бустаны читал статью что как бы вот предлагают здесь на месте уже съездить туда вулканы и вот с мужчиной договорился за 30 монат чтобы он меня там повозил потом привезет сюда обратно но сразу на берегу ему говорю что я больше 30 монат платить не буду чтобы не получилось так что там приедем обратно меня просили больше ну в общем то сейчас увидим другую землю попросил я остановиться в магазине купить что-нибудь попить а то сегодня жарко на улице как вас зовут октай октай меня артур зовут я из россии очень приятно вы здесь родились живете да 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 в россии были я был в казахстане заказали москве 2 сутку а понятно вот провезет нас на вулканы да да покажем вам как все это выглядит будет отлично надеюсь это у нас вчера были проблемы с таксистами ладно я обещал то будет то будет хорошо это откуда вы все можете в двух словах рассказать что это за вулканы как это место вообще называется почему-то люди приезжают село губу 100 здесь находит приезжать всякие туристы каких каких туристов больше всего арабы русские всякие да индусов много индусов много да всякий приезжает это габустан это получается какой-то заповедник правильно поведник до вон заповедник видно мы туда вот мы туда машинам поднимемся посмотрите который я показал фотография это все нарисовка тогда камень и то миллион лет до наши лет они там нарисовали там жили то посмотрим со своими глазами увидим первым делом я хочу зайти в музей это первая остановка посмотрим что там внутри и уже будем двигаться туда к вулкану билет кстати стоит насколько я понимаю 10 монат здесь на территории музея какие-то как это называется даже не знаю бунгало и смотрите здесь указатели аккуратно змеи видимо ядовитые какие-то потому что прямо что это нарисовано что змеи я думаю если были какие-то уже это ничего бы страшного конечно не было здесь видимо представлены животные которые возятся видите олень и волки и лисы кабаны даже есть о смотрите древний человек это останки кости а здесь конечно можно взять аудио гида наверно на русском языке есть от видите наскальные рисунки здесь просто видимо какие-то представлены камни совсем но которые требуют которым требуется уделить внимание скажем так ну и в основном все камни камни я сначала не понял что за звук а потом смотрю инсталляция видите человек типа в пещерке стоит по камню рисунки делает ну конечно если любите всякие камушки поразглядывать и куски человеческих костей то пожалуйста мне музей не зашел я хочу увидеть настоящие вулканы погнали скорей вы знали что музыку можно создать из камня вот видите когда доиграть играть и петь еще нужно смотрите а здесь уже начинается экскурсионный маршрут здесь более шести тысяч наскальных рисунков хорошо более шести тысяч наскальных рисунков которые создавались еще со времен мезолита здесь также находятся грязевые вулканы сейчас мы все посмотрим и со змеями сказали аккуратно потому что очень много змей они ядовитые и и все они здесь камнях находятся но выбегают на дорожку потому них они выползают не хочу что вы не хочу их увидеть конечно просто я змей боюсь до ужаса просто медетки вот стаки ну и вот собственно начало уже прям не из всех можно увидеть но если присматриваться то конечно все это видно да место конечно бомбическое такие здоровые камни а внизу то смотрите каспийское море а купаться бы еще в море в каспийском о смотрите есть информация на русском гора бейюкдаш 20 петроглифов состоящих из 14 человеческих фигур оленей лодок вот про это что ли я встречу интересно пойдемте дальше а тут что у нас под камнями то страшно ходить очень-то произойдет все думал не змею увидеть говорят в сезон дождей невозможно даже проехать потому что все это начинает ну в каждую превращаться и вот у меня всегда такое ощущение вот именно сейчас в этот момент должна обрушиться эта скала вы знаете какие мысли поэтому я тут долго находиться не могу идемте дальше посмотрим что там еще есть а говорят вот этот камень а сейчас к нему смотрите уже не пройти говорят то пролезет через это отверстие и загадает желание но обязательно сбудется я читал статью но вход запрещенных видимо желание не будет но entry ну народ ходит не так много конечно с утра говорят все эти экскурсионные группы приезжают это что бык нарисован ну да здесь видите бык люди козлы ну то есть это все здесь изображено просто приглядеться бык а сразу видно а козлы где вот так со стороны выглядит это место солнце конечно отсвечивает здесь вот смотрите верблюд изображен техника выдалбливания и царапания металлическими или каменными орудиями вот он собственно видно ножки вот этот горбик я уже подхожу к вулканам вы посмотрите здесь специальная дорожка потому что если бы был дождь я уже говорил тут бы просто было не пройти давайте посмотрим если тут бурлящие вулканчики такое ощущение что ты реально на другой планете если бы конечно не стройка за моей спиной которая типа все портит но я так полагаю это их меньшая часть потому что их здесь очень много если уехать куда-то на квадроциклах я видел люди ездят то вот этой стройке там конечно же не будет здесь строят отель какой-то вау вот она вот же но все вызовите где бурлящие о видели здорово смотрите как это происходит они могут и посильнее видеть тихонечко бурлит а бывает что он так бурлит что и отстрелить может поэтому аккуратненько снимаю поближе сделаю еще один посмотрю о слышу слышу буль-буль-буль смотрите здесь бурлит там бурлит здесь вот трияж интересно она горячая или нет сейчас проверю я сейчас ее потрогаю немножко воды у меня есть чтобы если что помыть а она холодная слушайте здесь холодно реально я думала горячая а она холодная простите как бы забурлила я-то думал она кипит она нет она прям ничем не пахнет при этом при всем вообще ничем не пахнет вот такие вот здесь вулканы здесь смотрите какой крошечный вообще бьется как будто пердохает такой звук услышите это вообще прикол ну все ребят уезжаю из этого места интересное место первый раз такое вижу здорово это конечно стоит сделать чтобы увидеть приехать сюда кто-то даже набирает с собой а для чего вы ее берете на какая-то полезная для маски маска на лицо делаете можно даже с собой взять ребят с водителем сейчас договорился чтобы он меня привез не на то место где он забрал меня до чтобы съездить на вулканы а привез меня на море чтобы я мог искупаться что я говорю отвези меня на море и езжай я отсюда уже как-нибудь до боку доберусь вот он меня привез не знаю там вот какие-то зонтики стоят ну говорит что здесь купаются не знаю посмотрим пока выглядит все как заброшенное место но слушайте я должен искупаться в каспийском море правильно как этого не сделать пойдемте посмотрим что там за пляж ну вот я подхожу к пляжу я так понимаю посмотрите где зонтики и где море видимо море ушло потому что еще в центре баку я спрашивал про вот эти вот круизные лайнеры я грачу они тут плавают нет он горит нет воды нету а вот тут и видно что по ходу дела вода то ушла так прилично отсюда от берега ну не знаю сказал что здесь купаются вон там вдалеке вижу какие-то ребята есть значит можно здесь искупаться сейчас посмотрим меня денег нет на рамаду там есть рамада с пляжем ну а я здесь буду ой какой ветерок прохладный слушайте от моря так а здесь все в каше как туда теперь пройти мне в кроссовках то в своих а то я как в армении в грязь сейчас наступлю ну ладно сейчас попробую перейти нифига все таки тонуть я начал вон опять все кроссовки себе завалю сейчас не знаю на все все равно найду место потому что я хочу искупаться мне уже практически завтра улетать из азербайджана но где-то хочется искупаться короче через всю эту грязь я прошел за весь короче в грязи ну ладно вот море сейчас пойду попробую искупаться там какие-то коряги конечно меня-то все смущает ну ладно вариантов других нету ребят смотрите нас предупреждали про змей вон она плывет сейчас я попробую заснять это жесть я в этом море не зайду это точно больше никогда он у нас критик но собственно вот все мое и купание в коспийском море слушайте я настолько бою и змей вы не представляете я когда смотрел передачу в детстве форт боярд когда они там спускались в яму к змеям я всегда себе говорил что нет я бы никогда в жизни бы не спустился понимаете я настолько боюсь что это не за один из моих главных страхов на сегодняшний день поэтому вот я из бутылочки себя поливаю стою и мне хорошо увиденного мне не хочется просто в этом море ребят страшно реально еще такая змея огромная еще же сказали что они ядовитые ну типа блин с ядовитыми змеями плавать я что вообще не готов поэтому я вот так вот водички здесь набираю себе и поливаю это глубоко-то зайти боюсь потому что уже ну как бы тут не видно будет ее вот такие вот такое купание короче у меня прикиньте ну ладно скоро будет море другое друзья вы посмотрите еще одна змея вот я говорю вам что здесь помимо того что они в воде они еще здесь и ползают я решил тут по бережку прогуляться смотрю опять ползет мне аж мурашки потело вот она вроде красивая такая ну когда ты понимаешь что то ведь змея еще ядовито я не надо уносить ноги отсюда все я сейчас собираюсь одеваю свои кроссовки и наваливаю потому что может они к вечеру по выползали или что понять ничего не могу и видимо по грязи то не очень хочется ползать но приходится раз я тут и и пытаюсь расшевелить да смотрите какая а ей тяжело ползти все ладно пусть она ползет я отсюда буду уползать сейчас уже уходил от моря там семья местная азербайджанцев сидела я говорю как тут со змеями а только таких змей только что видел они города не морские типа они не ядовиты но мне-то знаете от этого не легче мне хоть она ядовитая хоть не ядовитый один вид змеи уже настораживает они так смело купались когда я не смог зайти туда думаю потом пойду мимо спрошу их ну вот морские змеи тут водятся я даже не знал об этом поэтому имейте ввиду у меня сегодня последний день в баку я смотрите вообще с другой стороны пламенных башен и иду в интересное место но не с интересным видом все эти здесь какие-то не знаю заброшка какая-то может быть будут строить что-то а иду я посмотрите куда не знаю там говорят есть ресторан но наподобие останкинская башни в москве вот хочу забраться туда высоко ну а выше только горы смотрите здесь деревья с гранатами один уже кстати вообще лопнул там прямо красные ягоды и вот смотрите как много я наверное сейчас один то вот и сорву какой-нибудь опачки а как бы мне туда забраться я вон тут красный хочу он прям такой здоровый он видите висит блин сейчас я залезу короче его сорву а нифига тут короче розы колючие не добраться мне до этого граната но тут сейчас какой-нибудь может возьму а вот подождите вот тут то смотрите можно пролезть так какой я видел этот или этот вот этот смотрите по большой блин вот прикольно он такой яркий мне кажется он уже созревшие вкусный сейчас я сначала поужинаю в башне а домой приеду попробую открыть так я что-то не понял прикола ресторан а тут какой-то ресторан потому что здесь еще какая-то терраса ресторана но я-то хочу наверх здесь какой вид открывается до зашел и вот сюда к молодому человеку подошел 30 монат депозит собственно он входит соответственно стоимость вау вы посмотрите только это что за королевский прием такой реально а а какой тут запах пахнет прямо дорогим каким-то местом вау слушайте здорово посмотрите вот этом встреча вот это для элиты друзья здесь есть информация в девяносто шестом году эта башня была построена и высота ее составляет 310 метров и ресторан находится на семидесятом этаже это самая высокая постройка на территория азербайджана ну и все жду лифт он сейчас на двадцать седьмом одну минуту 45 секунд потребовала что не поднялся на башню ну и здесь вот уже с другой стороны абсолютно открывается баку сейчас этот крутящийся ресторан получается я сижу на платформе и она движется и всем это под по кругу медленно буду двигаться и наблюдать совсем вокруг такой же ресторан как я уже сказал есть в москве на станкинской башни ребят так увлекся видом забыл что нужно показывать еду я же в ресторане все-таки они на смотровой вышке заказал себе салат здесь курица ананас грибы в общем вкусный салатик я просто плыву можно сказать здесь в объятиях этих видов очень красиво сейчас вот как раз пламенные башни я жду когда они наконец-то уже загорятся чтобы увидеть это все здесь сверху смотрите пламенные башни колесо обозрения стадион кристалл по моему так он называется да я уже забыл все подсвечиваться начало и вот такой вот я еще шашлычок себе заказал здесь соус картошечки немножко но выглядит неплохо куриный шашлычок и я бы еще знаете что сказал эту свечи подсветку держу чтобы не видно было еще я бы сказал что цены кстати они очень дорогие но такие типа доступные нет такого что-то типа мега дорого друзья но все спустился я уже с телевизионной башни сюда вниз и в заключении пробоку могу сказать следующее скажу честно баку был в моем списке один из фаворитов потому что я планирую многие еще города посетите страны но баку не оправдал мои ожидания к сожалению потому что оказалось очень дорого все развлечения достаточно дорогие такси дорогой и при этом при всем вы видели как еще таксисты ну я не скажу наверно что все таксисты но вот этот таксист как себя повел до был и хороший который меня возил на вулканы ну а в целом если вы ни разу конечно же не были здесь в стране то прилетайте смотрите есть на что посмотреть здесь но имейте ввиду что развлечения здесь не самые дешевые но мы с вами уже увидимся в другой стране вы уже поняли в какой я буду в эмиратах в абу-даби поэтому встретимся там а сейчас всем пока пока